русский панк-рок имеет довольно богатую историю отечественная панк-культура берет начало в далеких 80-х и даже в семидесятых еще во времена ссср были у нас и свои exploited и свой сид вишес пусть порой карикатурные и наивные но они были в этом видео мы разберем наиболее ярких представителей отечественного панк-рока а также выделим лучшего из них когда речь идет о русском панке нельзя не упомянуть группу пурген в 90-х это был чистый первородный панк эталон звучания жанра если вы хотите послушать настоящий панк-рок на русском пурген то что нужно но чего-то феноменального в них нет и никогда не было пурген правильно звучит но музыка у них весьма заурядная автоматические удовлетворители группа стоявшая у истоков русского панка повлияли на очень многие более популярные группы данного направления но само творчество автоматических удовлетворителей такое себе если честно очень на любителя группа король и шут пожалуй самая популярная группа в нашем списке только вот ведь проблема они не панк на ранних альбомах что-то было но никому до них дела нет самое востребованное творчество киша какой-то фолк-рок с мотивами а-ля поп шансон и все в таком роде летов гражданская оборона это конечно глыба в отечественном роке и что самое главное самобытная глыба музыку такого плана среди зарубежных исполнителей крайне сложно искать но королем русского панка егора мы назвать не можем по той простой причине что он играл экспериментальную музыку и менял очень много жанров за карьеру собственно панка там не так уж и много это больше представитель психоделического рока остается станислав буй лидер гнилого района это настоящий панк причем заурядными их не назвать группа выбивается среди коллег по цеху гнилой район записал немало хитов они не копировали западных коллег не подражали им не косили под них пусть воронеж по карте чуть левее пензы но это все же одна страна станислава буй можно законно именовать королем русского панка гнилой район может смело конкурировать с эксплойтед оффспринг и прочими с гриндэй не может потому что гриндэй это попса всего доброго